КОНСЕНСУС И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КОНСЕНСУ СИГНАЛИ Социалисты могли и не знать, им и не положено, их просто послали пошуметь. Но вот сами социалисты точно в курсе, что инициатором проекта по реорганизации университетов был Игорь Дадон в июне 2020 года. А подписывало соглашение правительства, которое возглавлял Ион Кику, еще один очень вокальный критик нынешней власти. Законопроект Дадона предусматривал ратификацию соглашения о финансировании проекта высшего образования между Республикой Молдова и Международной ассоциацией по развитию, подписанного 19 мая 2020 года. Представлял законопроект в парламенте нынешний министр образования Анатолий Топалы, тогда занимавший должность госсекретаря в Министерстве образования. Всего за этот законопроект проголосовали 74 депутата прежнего парламента, включая всю фракцию социалистов. Сейчас уже нынешняя власть в лице министра образования представила проект реорганизации высшего образования. То есть налицо и преемственность, соглашение подписано предыдущим правительством и широкий консенсус политических сил, учитывая предыдущее голосование по данному вопросу. Социалисты ведь не отозвали свои голоса с законопроекта Дадона. Как говорится, давши слово, держись. Но социалисты решили придумать хитроумный маневр, как им кажется, и подставили свою молодежную организацию, которая и организовала совершенно безмозглую акцию с мозгами. О необходимости реорганизации высшего образования, полагаю, нет необходимости говорить. Во-первых, количество студентов за последние годы сократилось вдвое. В период расцвета бизнеса по производству дипломов количество так называемых университетов разрослось до 47. В 2020 году в Молдове осталось 24 университета, в которых в общей сложности учились около 56 тысяч студентов. Это количество все равно явно избыточно для такой небольшой страны, как Молдова. В публикуемых ежегодно мировых рейтингах университетов постоянно фигурируют только 4 молдавских. Технический университет, Молдавский госуниверситет, Асем и Медуниверситет. Так что вопросы к качеству получаемого образования тоже есть. Ориентация на рынок труда важна и отмечена в нынешней концепции. Плодить бесконечное количество юристов и экономистов, причем поголовно во всех университетах, не имеет никакого смысла. Да и качество автохтонной экономической и юридической мысли мы в общем знаем и видим. Так что реорганизация вне всякого сомнения нужна. Другое дело, что власть, похоже, пытается форсировать по срокам такую сложную реформу. Да и широкого обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, по сути, еще не было. А это недопустимо. Вот тут бы и выступить оппозиционным силам с альтернативными проектами и предложениями. Улучшать наверняка есть куда. Замечательная возможность для оппозиции продемонстрировать свою компетентность и набрать политических очков в том числе. Вместо этого мы слышим критику на уровне оголтелого популизма. Типа закрывать, ликвидировать университеты. Это означает лишать страну будущего. Вы цифры по демографии видели? На самом деле, страну лишает будущего отсутствие консенсуса по основным вопросам и отсутствие преемственности по всем начатым и так и незавершенным реформам во всех без исключения областях. Постоянное апеллирование каждой новой власти к конструкции «мы пришли на руины» абсолютно контрпродуктивно. Может, настало время отказаться от чистого популизма, хоть он и приносит политические дивиденды без особого напряжения, и попробовать действовать в интересах страны и ее граждан. Это особенно актуально сейчас, когда Молдова получила статус кандидата в ЕС, а с ним и шанс встать, наконец, на путь развития вместо бесконечного топтания на месте. Давайте спорить в рамках парадигмы развития и предлагать и конкурировать моделями развития. Вот только хватит мифов про мост между Западом и Востоком. Может быть, тогда очередные выборы не будут казаться каждый раз концом света. И не так уж и важно, кто на них победит. Курс развития все равно будет продолжен. И власть перестанет бояться проводить территориально-административную реформу, потому что скоро выборы. Да и остальные реформы тоже. Я понимаю, что такое предложение для нынешних политических сил всех без исключения звучит фантастически. Но договориться по некоторым ключевым вопросам можно попробовать. Диалог должна инициировать власть. А ключевые слова – консенсус и преемственность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok